Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет и вместе с вами мы рассматриваем 12 главу, в которой некоторые очень важные события, и происходит такой решительный поворот в жизни первохристианской церкви. С чем он связан? Он связан с неким новым витком гонений. И читаем. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. То есть вот царь Ирод – это именно Ирод Агриппа, это внук Ирода Великого, того самого, который погубил вифлеемских младенцев, едва родился Господь наш Иисус Христос. И вот этот Ирод, известно о нем что? То, что он, конечно, был такой интриган, политикан, он всячески там заигрывал с римскими императорами, а когда он становится царем, то он пытается найти благорасположение у фарисейской среды. И он старается вот соблюдать все мелочные предписания иудеев, чтобы снискать популярность среди народа. И что он видит? Что вот какая-то там христианская община, и иудеи по преимуществу, они не любят христиан, смотрят на них как на враждебную какую-то структуру, ну как на секту какую-то. А раз так, то чтобы угодить иудеям, нужно уничтожать христиан. И что он делает? Он, значит, поднял руки на некоторых, то есть хватает некоторых, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. И вот, братья и сестры, к великому прискорбию нашему, мы видим первую смерть среди двенадцати апостолов. Помните, вот эти два брата, ну, конечно, все мы знаем, не просто помню, но и молимся им, апостол Иоанн Богослов и апостол Иаков, братья Зеведеевы, те самые, которые тоже вот, горя рвением служения Христа, помните, вместе с матерью они подходили и просили, Господи, вот, дай нам сесть одному по правую сторону, тебе другому по левую. И Спасителям говорил, можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь? А это ведь символически указывало на крещение страданиями. Спаситель прошел через Голгофу, через крест страданий. Вот можете ли креститься крещением, которым я крещусь, и можете ли пить чашу, да, потому что чашу страдаю. И они говорят, можем. Он говорит им, будете креститься крещением, которым я крещусь, и пить чашу, которую пью. Но, правда, вот сесть по правую или левую, это не от меня зависит, но кому уготовано. То есть надо не об этом думать, а действительно о том, чтобы следовать за Христом. И вот они действительно пьют чашу Христову и крестятся крещением Христовым, и первым среди них Иаков Заведеев. И его убивают мечом. И, конечно, судя по всему, вот по этой казни, то она, судя по всему, состоялась с санкцией представителей римского правительства. То есть не побиение камнями, а вот именно мечом. То есть здесь вот нечто от римских больше казней. И, да, вот так, конечно, иногда думаешь, вот если бы Иаков остался, то сколько бы он еще мог проповедовать, но у Бога какие-то вот свои планы, которые нам не до конца постижимы, и кого-то Господь призывает очень рано, чтобы, став он уже небожителем, оттуда молился о живущих на земле. И смотрите, какая интересная вещь. Вот два брата, Иоанн и Иаков, и еще апостолы, да, дванадесяца апостолов, ну, знаю, вместо Иуды Матфей избран, и вот самым первым из них переходит в иной мир Иаков, брат, а его брат Иоанн перейдет самым последним. То есть получается, что вот такой удивительный диапазон, да, небожителем первым становится Иаков, а Иоанн самым-самым последним. И в этом тоже есть какой-то промысл Божий, да, что один слишком быстро, а другой слишком долго. И какие-то вот пути промысла Божия до конца нам непонятные. Ну, возвращаемся вот к этим земным реалиям. Значит, видя же, то есть Ирод, Агриппа, видя же, что это приятно иудеям, то есть вот ради чего-то он начал все это делать, то есть, хотев заслужить популярность у народа, ага, вот это приятно иудея, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресников, и задержав его, посадил в темницу, вон оно что. То есть он уже позарился на признаваемого лидером среди апостолов, апостола Петра, то есть поначалу как бы одного не решался еще, а потом на Петра, да, но случились дни опресников. А дни опресников, то есть празднование иудейской Пасхи с опресниками, это те дни, которые не располагали иудеев к совершению своих судебных мероприятий, созывать Синедрион, выносить какие-то суждения, и за счет этого он не был казнен в эти первые дни, а только задержан, и вот посажив в темницу, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И вон как получается, что не просто темница, а четыре четверицы воинов, то есть шестнадцать римских воинов, которые, ну поскольку царь Агриппу, он был, имел полномочия именно от римского императора, и он как бы тоже представитель римского государства, хотя он же иудей, он постарается и нашим, и вашим, и тем, и этим угодить. И вот у него подчинение эти легионера шестнадцать, которые всегда отличались очень жесткой дисциплиной, и недостаточно было просто какой-то там тюремной стражи, а вот чтобы четыре четверицы воинов стерегли его, да, и потом уже вот после Пасхи иудейской вывести его к народу. А для чего? Для суда, вот и все. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И это очень важно. Вот ситуация кажется безысходной, безвыходной. Ну куда там пробиться, если запоры такие, что там их не сломаешь, четыре четверицы воинов, да дело не в этом. А если даже какое-то вооруженное нападение, там предупредят других, поднимется гарнизон военный, все, то есть забудьте про своего Петра, но нет, церковь прилежно молится о нем Богу. Причем церковь, то есть христиане, они не знают, как решиться этот вопрос, но они знают, что Бог всемогущий, и что Бог все может, поэтому они молятся. И вот что происходит дальше, почему Лука подробно описывает, как раз для нашего научения нет безвыходных ситуаций. Когда же Ирод хотел вывести его, то есть прошли дни праздника, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И ситуация, кстати, такая немножко, ну, будничная, что ли, причем церковь молится, Петр спит, получается, да, то есть не надо думать, что все там какие-то всесовершенные апостолы, тоже есть своя немощь, а когда спать? Ну, ночь-то вот и надо поспать, да, а при этом он, я это хочу подчеркнуть, он скованный двумя цепями между двумя воинами, то есть, вероятно, это вот как наручники, то есть одни, одна рука к одному воину прикована, другая к другому, ну, и в любом случае, то есть, как бы они вот тут рядом, и, ну, куда тут сбежишь? Так, а почему это такие предосторожности были? Потому что до этого уже, уже было дважды, когда апостолы, и в том числе Петр и Иоанн, они ведь уже освобождались из темниц, то есть ангел выводил их, и это уже было известно, что чудесным образом они освобождают, поэтому старались предпринять массу таких вот мер, чтобы уже, ну, точно никуда не сбежало, закованный между двумя воинами, в частности, и стражу дверей, двери заперты. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. А ангелы, они светоносны, потому что они от Бога, а Бог есть свет. Но свет этот, конечно, не физического характера, то есть, если бы какие-то прожектора, да, там, с сильным светом, стражи бы проснулись, а тут нет, он осиял темницу, но видит тот, кто способен созерцать, видит Петр, ну, поначалу он еще спит, ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее, и цепи упали с рук его. То есть, смотрите как, то есть, тоже такая вот будничная какая-то, кажется, ситуация, ну, реально, Петр спит, и ангел толкает его в бок, как только он пробуждается, цепи падают с рук его, ангел говорит, встань скорее. Значит, и сказал ему ангел, опояжься и обуйся, он сделал так. Почему? Потому что Петр, пробудившись, еще сам не понимает, ну, представьте, что ночью вдруг вы пробуждаетесь, у вас кто-то будет, и сияние, ну, допустим, даже это ангел, а что дальше делать? Петр же не знает, что его собираются выводить, ему говорит, вставай скорее, да, а теперь опояжься, обувайся, то есть, собирайся, то смотрит, нету уже оков на его руках, он одевается, он сделал так. Потом говорит ему ангел, надень одежду твою, то есть верхнюю, и иди со мною. И Петр делает все, как повелевает ангелы. Тут оказывается, что? То, что вот ангелы, хотя они бесплотные существа, но они могут влиять на наш вещественный мир. И хотя вот ангел может проходить сквозь стену, сквозь двери, но если нужно, он может раскрыть эти двери, раскрыть эти запоры и проявить себя вещественно, потому что ангелу сопутствует Божия всемогущая благодать. Ну, Божия всемогущества, не ангельская, конечно. И так вот Петр следует. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. То есть потом Петр рассказывал, и он говорит, я думал, что это сон какой-то, вот иду. Но действительно, когда человек только-только пробудился посреди ночи, он еще не может понять, это сон или это явь. Пройдя первую и вторую стражу охраны, они пришли к железным воротам, ведущим в город из темницы, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Вот те, кто посещали Иерусалим, старый город, они знают, что улицы там, конечно, очень такие узкие. Но зато если ты прошел вот эту одну улицу, то все, тебя уже не видно, и ты можешь быстро скрыться, уйти. И вот, значит, ангела нет, ангел свой выполнил свое дело, то, что Господь ему повелил. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину». Ну, Петр проснулся, пробудился, наконец. «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ уйдейский». А чего ждал народ уйдейский? Смерти Петра. Вот Господь избавил. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». А вот, оказывается, они где были. Дом Марии, матери Иоанна, Марк – это евангелист Марк. Тот самый, что, кстати, впоследствии, кстати, впоследствии Марк, он сопутствовать будет апостолу Петру. И именно со слов апостола Петра Марк напишет свое Евангелие. То есть, в основе Евангелия от Марка лежит проповедь Петра, рассказ, личный рассказ Петра о жизни и учении Господа Иисуса Христа. Вот как Петр это видел, слышал, ну, может быть, еще какие-то подробности там Марк добавил. И вот к дому Марка он и пришел. И те, кто находились там, они молились, они пребывали в духовном бодрствовании. Но тут вот тоже интересно, что, понимаете, Господь по молитве одних может спасать других. Вот Петр спит, эти бодрствуют и молятся. И вот ради молитвы этих молящих и бодрствующих Господь спасает того, кто вот спал в этот момент. То есть, не надо думать, что все в твоих руках, силы, что вот ты сейчас молишься сам по себе и сам себя вымолишь. Нет, иногда надо, чтобы кто-то нас вымоливал. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. То есть, да, значит, была определенная прислуга, видимо, живущая в этом доме, то есть и сам Иоанн Марк, и мама его, они были все-таки люди состоятельные, и были те, кто помогали им, прислуживали. Но она тоже христианка. И вот она выходит, послушает, потому что боялись. Вдруг пришли тоже их схватить. «И узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот». То есть, немножко такая комичная ситуация. Вместо того, чтобы открыть ворота, да, почему? Потому что, ну, психологически так получилось, что они же знают, что Петр в темнице, да, что к нему не пробиться. Вот они молятся, и богослужебное вот это собрание, как молитва, она объединяется. Она выходит, слышит Петр, и скорее она туда, где она вместе со всеми молилась, от радости бежит и говорит, что вот Петр стоит у ворот. Еще не подумала впустить его. А те сказали, в своем ли ты уме? То есть, они не понимают, чисто по-человечески, как это возможно. Ну, никак. Но она утверждала свое, то есть, настаивает. Они же говорили, это ангел его. И между тем, Петр продолжал стучать. То есть, они там еще рассуждают, как такое возможно. Петр стоит, его не пускает, он стучит. А они говорят, это ангел его. Почему так сказали? Было такое поверье, что, ну да, во-первых, четкое представление, оно у нас есть, что у каждого человека ангел-хранитель. Но кроме того, было поверье, что ангел-хранитель в каком-то смысле подобен, похож тому, кого он охраняет. То есть, может быть, кому-то было явление ангела-хранителя, да, или, может быть, ангел-хранитель этого человека являлся кому-то, и он был похож на того человека. То есть, вероятно, опираясь на какой-то личный опыт, ну, даже, может быть, коллективный опыт, когда собрались эти свидетельства, считали, что ангел как бы отражает черты того человека, которого он охраняет. А может быть, это человек, отражая черты того ангела, который заранее как бы Богом представляется к этому человеку. Для нас это тайна, но они подумали, что вот ангел-хранитель Петра пришел. Вот между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его с темницы. Представьте, что они увидели, начали голдеть, и тут же он говорит, что мол, помолчите, и стал рассказывать, как Господь вывел, и говорит, что вот там ангел, что меня будет, кто-то вот свет, ангел, не сразу я понял, думал, что это сон. И сказал, уведомьте о сём Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. Вот глядите, вроде бы Петр, он как бы первоверховный апостол, но он просит уведомить Иакова. Иаков праведный, брат Господень. И Иаков был первым иерусалимским епископом. Причем во время земной жизни Христа, он, как и другие братья Господа, называемые братьями, они дети Иосифа Обручника, они еще не сомневались во Христе, не верили, но потом, после воскресения, как мы читаем у апостола Павла, было особое явление воскресшего Христа Иакову. И потом, значит, они все поверили, и именно Иаков праведный, который имел большой авторитет перед иудеями иерусалимскими, не только перед христианами, он становится первым епископом города Иерусалима. И вот Петр просит уведомить его, как возглавляющего Иерусалимскую церковь. То есть административным лицом, которое управляло Иерусалимской церковью, был именно Иаков. А после этого, сказано, выйдя, Петр пошел в другое место. И дальше, вы понимаете, там уже не упоминается, как бы, вот, Петр, и дальше уже будет другое. Но из предания, как раз вот другое место, он удаляется, ну, поначалу там и в Антиохию, а потом в Рим идет проповедовать. И уже время проповедует Петр, понимаете? То есть на этом, так сказать, проповедь Петра-то не оканчивается. Но со страниц книги Деяний, как мы видим, он уже немножко так вот уходит, потому что Лука, который писал, он дальше был с подвижником Павла, а Петру сопутствовал евангелист Марк. Вот, и всего не опишешь, понимаете? Это нам хочется, чтобы там все описывали, но в древние времена не так было много технических возможностей. Вот писать там на папирусах, там, я не знаю, там, где еще там они пытались записывать, и это все было очень сложно, поэтому сохранилось не так много книг, но все же таки сохранилось, и многое сохранилось в предании. А читаем дальше. «По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром». То есть вот те самые четыре четверицы воинов, пробудившись, наблюдают, оказывается, он пропал, Петр, и ничего понять невозможно. И вот тут мы читаем такое, как сказать, ну, чисто тоже земные такие обстоятельства происходящие. То есть, понимаете, вот есть промысел Божий, есть чудо, которое как бы вклинивается в жизнь людей, и вдруг что-то вот, кого-то изымает, спасает. Но жизнь, она течет своим чередом, и наступает переполох. Значит, нету его, а сказали же следить-то самым строжайшим образом. «Ирод же, поискав его, Петра, и не найдя, судил стражей, и велел казнить их». То есть, те, кто были непосредственно приставлены охранять Петра, они были казнены, отрубили им голову или там что, сделали, и получается вот некая такая тоже, мы наблюдаем как бы проявление жестокости, кто-то скажет, что вот они пали жертвой этого чуда, чудесного избавления Петра. Но дело-то в чем? Дело в том, что если бы они, понимаете, сами обращались к Богу, то, конечно же, Господь их бы тоже избавил. Как это вот впоследствии, когда Павел и Сила, спутник его Сила, они оказались в темнице, и потом молились, и вот происходит землетрясение, значит, узы на всех ослабели, двери открылись, чудесное вмешательство. А темничный страж, испугавшись, достал меч, чтобы сам себя умертвить, самоубийство. И Павел воскликнул, тоже прозрел, у него прозорливость такая. Он говорит, не делай себе никакого вреда, потому что все мы здесь. И, значит, потом этот воин крестился. То есть, получается, что Господь, когда вот видит отклик человеческого сердца, или видит, что кто-то может обратиться, он его призывает. А здесь получается, что вот эти вот языческие стражи, воины, они оставались в своем язычестве, не собирались принимать Христа, и, то есть, фактически, они из той же самой среды, что этот Ирод Агриппа. И вот они падают, они падают жертвой жестокости, Ирода Агриппы. Он велит казнить их, хотя кто тут виноват? Но, вот, тем не менее, такую историческую деталь вот упоминает евангелист Лука, что да, вот это произошло, и хотим мы или нет, но мир остается жестоким, да. Евангельская проповедь действует, происходят чудеса, но чудеса не являются таким, как бы, всеохватывающим событием, так, чтобы раз, и весь мир превратился в рай. Нет, каждый остается самим собой. Злодеи остаются злодеями, да. Вот они совершают такие пакости, казнят, не подумав о причинах происшедшего. А те, которые служат Богу, Господь чудом своим им помогает. Потом он, то есть Ирода Агриппа, отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. И вот дальше описывается нечто, касающееся уже самого Ирода Агриппы и то, что, как он закончил свою жизнь, да, то есть он отправился вот в Кесарию, как, ну, резиденция вообще римских прокураторов, как некий такой форпост римлян, там легион располагался, определенно отвечающий за порядок в Иудее во всей. Вот он там остается. Читаем дальше. Ирод был раздражен на терян и седонян, они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. И тут описывается, что вот были некие склоки, там интриги, передрязги какие-то политические, и нестроения. И вот Ирод по какой-то причине был раздражен на жителей Тира и Седона, а их область питалась от области царской, и поэтому если он пресечет, так сказать, вот их снабжение, то как им существовать? И вот поэтому они стараются как-то его задобрить и склоняют на свою сторону власта, постельника царского. Ну, тут надо понять, что долгое время при царях вот были разные там должности, кто-то там за трапезой следит, кто-то вот постельник и так далее. И постельник – это все-таки не просто, что он там приносит матрас с простынями, наволочками. Нет, это тот, кто вообще отвечает за царские покои. И это особо приближенный царя, которому он может много доверять, и, соответственно, вот царские покои – это особое такое вот интимное место, куда никто посторонний не должен иметь доступа, иначе там какие-нибудь убийцы туда проникнут. Вот, и поэтому постельники – это ставились именно высокие такие должностные лица, которые могли в том числе участвовать в политических каких-то делах, так как царь им доверял. И вот этот вот власть смог договориться с царем, ну и что? И, видимо, как-то пытались теряне и садоняне задобрить царя. И что мы читаем? «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним». Сохранились описания у Иосифа Флавия, там разные тоже подробности описываются относительно вот этого Ирода Агриппы. И вот он выходил в такой царской одежде, сиявшей серебром, которая блистала на солнце. И есть вот такое мнение, что, может быть, вот как раз эту одежду подарили вот эти теряне и садоняне, чтобы задобрить его. И вот, значит, он выходит, садится на возвышенном месте, говорит к ним, «А народ восклицал!» Это голос Бога, а не человека. То есть люди, заискивая перед ним, старались его всячески прославить. Конечно, подхалимства обыкновенные, но они пытаются как-то вот расположение его завоевать. А как вот, ну, поязычески говорят, что это вот Бог, а не человек, вот в таком блистании, в царском величии явился нам. Ну, кстати, многие, ну, точнее даже все римские императоры, они почитали себя за богов. И вот это наименование римских императоров «Август» – это ведь был божественный статус. То есть так называли богов августами. И считалось так, ну, потому что у язычников богов было много, а боги – это кто? Ну, это некие вот сущности, которые обладают больше властью, большим могуществом, чем человек. А император римский обладает больше властью, больше могуществом, чем простой, обычный человек. Поэтому римские императоры обожествлялись. И вот те цари, которые от императоров получали власть, они тоже могли впадать в такой языческий соблазн почитать себя за некие божества или полубожества. И вот народ восклицал этот голос Бога, а не человека. И Иосиф Лави тоже это подтверждает, что как бы они прославляли его, что это не что-то человеческое, а божественное. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, а воздавал славу себе. И он, быв изъеден червями, умер. И Иосиф Лави тоже описывает, что в какой-то момент вдруг иротогриппа почувствовал боли в животе и удалился, и какая-то болезнь быстрая поразила его, и он умер. Что там за паразиты его изъедали, трудно сказать, но вот Лука Евангелист пишет, что это было наказание за то, что он искал славы себе и соглашался с тем обожествлением, которое оказывал ему простой народ. Да, и вот ангел Господень так его поразил. Слово же Божие росло и распространялось. То есть вот так вот умер этот неугодный Богу человек, а Слово Божие росло и распространялось в лице проповедников. А Варнава и Саввел по исполнении поручения, то есть когда они собраны вот эту милостыню, что ли, вспоможение материальное иерусалимскими христианам, когда они доставили, значит, по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. Иоанн Марк, он некоторое время будет сопутствовать им, а потом уже проповедует отдельно, там некоторое время с Варнавой, потом с Петром. Да, ну и исторически сейчас мы не будем разбирать это. В любом случае, глава на этом у нас завершается, и мы видим, что Господь, конечно, не оставляет своих чад. Даже если какая-то безвыходная ситуация, нужно молиться, особенно если соборная молитва. Соборная молитва имеет огромную силу, она вот вывела из тюремного заключения Петра, да, ангел помог ему, а те, которые живут безбожны, превозносят сами себя, они в конечном итоге оказываются страшно наказаны. Вот убереги нас всех от этого Господь и даруй нам Боже смиренно и искренне молиться, чтобы вот молитвы, конечно, наши пред Богом исполнялись. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok